Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 51. Потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Евангелие от Луки, 8 глава, 12 стих. На небе быстро появляются тени, и вскоре хищные птицы утоляют свой голод мясом. Так злые духи высматривают издалека свою добычу и спешат к своему разрушительному делу. Промедление дало бы возможность к размышлениям, а размышления могли бы привести к покаянию. Враг спешит, чтобы не дать слушателю даже задуматься над услышанной истиной. Если Евангелие оставило в слушателе какие-то следы, то Сатана летит быстрее орла, чтобы вырвать это слово из его сердца. Сатана, несомненно, влияет непосредственно на мысли человека. Это он внушил Иуде мысль о предательстве учителя. Так как враг безмерно зол, то он не переносит, чтобы хоть одна единственная истина Божия благословила сердце. Подобно адским бомбам, он бросает в дух человека ужасное злословие, грязное воображение, грубое неверие, тщеславные пустяки, чтобы разрушить всякую мысль, касающуюся Христа и спасения. Он – злой дух. Пугает его, причем его единственная цель – отвлечь мысли человека от Евангелия и не допустить их проникновения в сердце и совесть. Неважно, кем будет выхвачено семя – черными воронами или белыми голубями. Если оно не останется в сердце, то не сможет принести плода. Хотя дьявол отсутствует на многих богослужениях, но он обязательно там, где зарождается духовное пробуждение. Он оставляет нетронутыми многие кафедры, но как только начинает проповедовать серьезный христианин, то он тут как тут. Продолжение следует...